День Победы Особый акцент выставки – дань памяти землякам, принимавшим участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. «Есть у войны печальный день начальника», – писал поэт Расфин Гамзат. Фотографии первых дней войны, злодеяния фашистов на нашей территории, выпуск газеты «Амурская правда» военного военного и информационный текст о том, как началась мобилизация в небольшом поселке Тыльинском, Джертулакского района. Осмотр выставки начинается именно с этих материалов. Наши земляки принимали активное участие во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. На выставке отражен этот тяжелейший путь, ратный подвиг каждого военного дня. Карты сражений с отмеченными направлениями главных ударов, армии и фронтов расположены рядом с информацией и фотографиями участников этих сражений. Битва за Москву, оборона Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, операция «Багратион», освобождение Украины, Белоруссии, освобождение Восточной Европы и завершающая победоносная Берлинская операция. Все это отражено в нашей выставке. Самые трудные годы – это годы начала войны. И первым решающим сражением Великой Отечественной войны была битва за Москву. Тысячи бойцов и командиров проявили здесь невиданный героизм. При подавляющем преимуществе в войсках и технике немецкие полчища были разбиты и отброшены на 100-350 км от столицы. Великой Отечественной войны В боях под Москвой принимали участие Муратов Василий Иосифович, Телькунова Евдокия Васильевна, Степаненко Иван Григорьевич. Битва за Ленинград Битва за Ленинград была самой длительной в истории Великой Отечественной войны. В отношении жителей города Ленина фашисты применили практически геноцид голодом. Свыше 1 миллиона человек погибло в блокадном Ленинграде. Современный Familик Свыше 2 миллиона человек погибло в блокадном Ленинграде. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Медицинская сестра Лаксина пишет Борису Буянову, датированная 19 августа 1943 года. Я вчера получила из Сталинска большую радостную новость. Мой 15-летний братишка находится сейчас в действующей армии, куда пошел добровольно. Резин Михаил Константинович, уроженец поселка Тынгинского, принимал участие в боях за Ленинград. Малахов Василий Павлович принимал участие в боях в составе 4-й армии под Ленинградом. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне вложила битва за Сталинград. Двести ночей и дней на берегах Дона и Волги, а затем при стене Сталинграда, непосредственно в самом городе, продолжалась эта ожесточеннейшая битва, одна из предназначенных в Великой Отечественной войне. Усилия советских войск, сражавшихся в районе Сталинграда, были направлены на то, чтобы истощить наступавшую здесь вражескую группировку, создать благоприятные условия для перехода в контрнаступление. Потери были огромные. Войска нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолетов и танков, около 30 тыс. орудий и минометов. С советской стороны потери составили 1,3 тыс. солдат и офицеров, более 4 тыс. танков, 2,7 тыс. самолетов, 17 тыс. орудий и минометов. Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских поисков. Наши земляки, принимавшие участие в Сталинградской битве. Попков Сергей Александрович. На фото он рядом с женой Галиной Михайловной. Малеев Николай Егорович. Командовал батальоном на Сталинградском фронте. А особо хочется отметить боевой путь нашего земляка Дмитрия Ивановича Пуказова. До 1986 года Дмитрий Иванович Пуказов жил в городе Тынди. На улице Первомайская. Работал плотником в ДРСУ. Похоронен на старом Дмитрийском кладбище. 1942 год. Воины Древневосточники получают приказ. Не допустить влага в Сталинградский коридор. Сражение проходило в небольшого населенного пункта Малые Ростошки. Воины Древневосточники еще были не обстреливаны. Только прибывшие на фронт. Они были полны героизма, сил и желания подстоять тот рубеж Родины, который умерел поручик. Задача была как можно дольше держаться. После массированного автобстрела в живых осталось 33 бойца. А враг бросил на них 70 танков. Большое количество личного состава. Бой, ближайшийся несколько часов, потих только ночью. Ворогу не удалось прорваться к Волге. Гитлеровцы обошли. Оставив на поле боя 27 полубитых танков и свыше 100 солдат и офицеров. Воины Древневосточники, в это трудно поверить, остались живы все. Их назвали 33 богатыря, как сказки. Семеновый Дмитрий Иванович указал. За сражение в Пусть-Скалинграде Дмитрий Иванович получил орден Красного Слава. После войны Дмитрий Иванович жил в консольке Клининского. Работал в Версене. Музей истории БАМа за последние два года пройдет большую краеведческую работу. И сделал очень многое для того, чтобы в ходе 53, в числе которым был наш земляк, Иванович Куказов, чтобы эта история стала известна далеко за пределами Амурской области. К нам приезжают журналисты из Москвы, снимали фильм о героях Древневосточных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!